Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес я постараюсь вам рассказать, как пользоваться сайтом Валберис. Ни в коем случае не думайте, что это какая-то реклама сайта. Вовсе нет. Расскажу о его плюсах и о его жирных минусах. С английского языка Валберис переводится как «дикие ягоды». Я уже называла его гнилым магазином, фиолетовым магазином гнилым, потому что мы его называли гнилыми ягодами. У магазина есть очень много жирных минусов, и я никоим образом не могу его никому рекомендовать. Но, несмотря на все это, на сайте действительно есть много хороших плюшек. Если попасти какие-нибудь товары, их можно купить по очень хорошей цене. В принципе, данный сайт можно назвать российским Алиэкспрессом. Раньше заказы здесь сделать было гораздо приятнее. Сейчас с коронавирусом все резко изменилось. И я думаю, что уже прежний способ заказов, наверное, не вернется никогда. Итак, обо всем по порядку. У сайта есть 9908 пунктов выдачи по всей стране. И я больше чем уверена, что если вы живете в каком-нибудь маленьком городке, в каком-нибудь районном центре, то у вас точно есть пункт выдачи Уалберрис. Он даже есть в некоторых достаточно крупных поселках в нашей стране. Поэтому, если в вашей деревне его нет, как у меня, но зато есть в районном центре, то есть я делаю заказ, а потом подгадываю, когда мне нужно поехать в город, и там заказываю на удобный для меня пункт выдачи. То есть я буду знать, что я буду в этом районе города, заеду и заберу свой заказ. У меня в ближайшем городе целых 3 пункта выдачи. То есть я могу заказывать на любой из них. Точно так же вы можете делать заказ. Естественно, на сайте нужно зарегистрироваться. И так, как это было раньше, почему сайт стал таким популярным? Раньше вы могли заказать товар, ну, допустим, одежду, да? То есть не всегда можно угадать с размером. Вот у меня сейчас, как вы видите, в доставке 4 товара есть. Вот они уже все доставлены в пункт выдачи. И вы видите здесь 2 совершенно одинаковые курточки. Почему? Потому что одна курточка заказана 44 размера, другая 42. Я почитала отзывы, народ пишет, куртки большемерят. И сейчас мне пришлось за все эти товары заплатить сразу. Раньше я могла вот зайти, допустим, давайте выберем ювелирные товары, ювелирные изделия. Девочки, обратите внимание, здесь еще есть ювелирная бижутерия. А вот, ну, смотрим, допустим, украшения из серебра. Вот, самые дешевые, 106 рублей. Вот такой кулончик. Соответственно, выбираем, если мы хотим, там, допустим, сережки, подвески. Там, не знаю, пускай будут колечки. Вот, самая дешевая, 156 рублей. Тут сразу написано, кто производитель. Выбираете, листаете, кто, что, чего, как. Там, не знаю, там, Соколов еще, кто-то еще. Диамант какой-нибудь еще какой-то. Куазис какой-то еще что-то. То есть, смотрите, есть ли ваш размер, естественно. Вот, выбираете, делаете заказ. Сейчас заказ нужно оплачивать. Раньше такого не было. Заказывайте хоть 10 колец, меряйте, смотрите, подошло. Выкупить, то есть, приходит товар в пункт выдачи. Если он вам подходит, вы его выкупаете. Если не подходит, вы его отдаете. Отказ. Но, там еще был процент выкупа. Я думаю, что сейчас его отменили, потому что вы, в принципе, сразу оплачиваете заказ. И именно поэтому магазин стал менее наполнен покупателями. То есть, иногда, раньше в Албересе можно было прийти в какой-нибудь день, и там был табун народу. Примерочные все заняты. И они решили вот таким вот образом, я думаю, бороться со всем вот этим. Они раньше, если вы много заказываете и не выкупаете товар, делали платную доставку 200 рублей. Кстати, в крупных городах есть доставка курьером на дом. Это тоже для кого-то будет плюсом. Вот. Теперь, в общем, как вы поняли, все товары нужно оплатить перед тем, как заказать. Но, придя в пункт выдачи, естественно, вы можете... Где вот у меня? Вы не обязаны выкупать это все. Вы можете отказаться, и на следующий день, в течение 10 дней, вам деньги вернутся обратно на карту. Но, сейчас хочу вот о чем сказать. Я думаю, что все вы, взрослые девочки и мальчики, вы прекрасно поймете, что нужно делать. Там регистрация, как найти нужный товар. Я уже думаю, что... Ну, тут я сейчас по-быстренькому вам, конечно, покажу, как это все делается. Но, обратите внимание, вот тут есть товары. Допустим, у меня серебряная цепочка заказана. И еще вот такая карта памяти. Давайте к серебряной цепочке перейдем. Невозвратный товар. Тут написано, что есть товары, которые, значит, не подлежат возврату после получения. То есть, в пункте выдачи вы смотрите этот товар. Если вас все устраивает, вы его забираете. Все. Как бы считается, что товар невозвратный. Но магазинчик тут немножечко юлит и не дает вам полной информации. Товар не является возвратным при условии, что этот товар качественный, надлежащего качества. Если в процессе, в данном случае, если ювелирное изделие, полгода гарантия, у вас сломается замок, выпадет камень, еще что-то случится, то у вас действует гарантийный случай. Поэтому обычно вся ювелирка и вообще все товары приходят в мешочках, на которых еще есть специальный такой штрих-код от Валберис. Обязательно сохраняйте эти мешочки с этими штрих-кодами. Так будет гораздо проще сдать этот товар обратно. Так вот, куртку можно тоже там, по-моему, в течение 21 дня вернуть, если что-то там вдруг не подошло. Так вот, если, допустим, с ювелиркой, девочки и мальчики, еще раз повторяю, серебро имеет свойство чернеть. Это свойство данного металла. Это вот такой металл, понимаете? Хоть он 50 раз в позолоте будет, там, не знаю, каким он там покрыт родивым покрытием, уродливым и каким угодно, это серебро. Если вы хотите, чтобы у вас ничего не чернело, не зеленело, покупайте золото. Причем, чем выше проба, тем лучше. Вот, распространенная самая у нас проба 585, а можно еще купить 750 и еще выше. То есть, вам никто этого не запрещает, понимаете? То есть, почернение серебра не является браком. Это естественный процесс окисления металла. Вот такие свойства данного металла. Так, заострило слишком много на этом внимания. Так вот, если вам какой-то товар не подошел, я не знаю, есть сейчас процент выкупа или нет, но в личном кабинете он куда-то пропал. Раньше было написано, что процент выкупа там 90%. У меня был процент выкупа 100%, потом этот процент вообще куда-то пропал. Но, тем не менее, если какой-то товар вам не подошел, вы должны сфотографировать этот товар. Там, если какой-то брак у этого товара, бирочки, все, и придя домой, зайти в личный кабинет и составить претензию на проверку данного товара. Чтобы вам не снимали процент выкупа. Это будет уважительной причиной отказа от товара. То есть, какой-то брак, еще что-то. И вот тут мы подходим еще к одному жирному минусу. Многие, чтобы не терять вот этот процент выкупа, к сожалению, покупатели, творят чудеса. Мало того, что товар иногда страдает при доставке через кучу всяких перевалочных пунктов, вы можете обнаружить, допустим, одежду со сломанными молниями, с распоротыми швами, с оторванными пуговицами, с какими-то пятнами и все, что угодно. Обувь может прийти без шнурков, без стелек. Бывали случаи, когда люди получали обувь на две правые или на две левые ноги. Либо обувь разного размера. То есть, допустим, один 39-й, а один 36-й размер. Легко. Поэтому в пункте выдачи нужно все проверять досконально. Комплектацию, если вы заказываете что-то, что требует комплектации. Если это одежда, нужно проверять все швы, все кнопки, все пуговицы, все молнии, все на свете. То есть, целостность упаковки. При мне был случай, когда, я так поняла, молодой человек заказывал какой-то дорогой кожаный кошелек, который был в фирменной упаковке. Открыв коробочку, он обнаружил ее пустой. Поэтому абсолютно все нужно проверять в пункте выдачи. Там есть камера. Я, например, всю свою ювелирку вскрываю на стойке прям вот у оператора под эту камеру, чтобы никто меня ни в чем не обвинил, если вдруг что-то будет не так. Однажды мне пришел вскрытый сейф-пакет. И такое тоже бывало. И вот тут, конечно же, можно смело сказать, что это практически второй Алиэкспресс. То есть, нужно постоянно все товары проверять. На сайте есть еда. Вот тут вот выбираем три вот эти полосочки, нажимаем и выбираем все, что нам надо. Обувь, что-то детям, электроника. Здесь есть фонарики, я не знаю. Какая-то мебель или там тумбочки какие-нибудь еще что-то. То есть, вот столько всего-всего-всего, что просто вы сами можете выбирать все, что хотите. Или по поиску. Допустим, ищем, ну, к примеру, куртку женскую. Так, пускай будет джинсовая женская куртка. Так. Тут выбираем размер. Допустим, возьмем самый 68-й. 11 штук курток. Так. И сразу по цене. Ну, у меня уже здесь уже вот цену мы отрегулировали. Самая дешевая 2600. 68-й размер. 68-й, 62-й. Смотрится цены. Выбираете. То есть, вот у меня, допустим, доча, вы видели, курточка заказана, вот такое, курточка-пальто, она легенькая, тоненькая, ну, тысячу рублей всего-навсего. Как бы по магазинам еще надо побегать, поискать, чтобы по такой цене. Потому что сейчас в среднем цена на мою дочу, курточки какие-нибудь, это минимум 2500, минимум. И то это будет какой-нибудь тихий ужас. Поэтому вот так вот. Надо ждать скидок, надо смотреть, надо пасти. Вот, допустим, переходим к паске. Есть отложенные товары, да? Помните, браслет. Тут у меня понакидано всего-всего. Даже то, что у меня уже есть, но оно все равно тут накидано. А вот, допустим, вот этот вот самый вот браслет. Кто-то спрашивал, как его купить. Вот зайти на Валберес и купить. Вот сережек уже нету. Все, видите, вот все. Скупили. Так, где тут этот браслет, ну? Да где же ты? Или мы его проскочили? Так, сейчас посмотрим. Так. Так, ну, заходим к производителю. Наше золото, да? То есть, можем набрать в поиске наше золото. Можем... Так, видели, да? Как я это сделала? То есть, еще раз. Нажимаем вот сюда. Видите, значок бренда. Наше золото. И попадаем в магазин. То есть, Валберес – это тоже несколько всяких разных магазинов. И тут уже смотрим, допустим, по новиночкам. Там по обновлению. Так, вот цепочечка появилась. Браслетик появился. Что-то еще. О, браслетик появился с зелеными камушками, как у меня. То есть, о, тут уже... Ой-ёй-ёй. Так. Ну и 18-й размер был. Так. 40... О, хо-хо-хо-хо-хо! Да вы че, серьезно? 45... Таблицы размеров. Цепочка. 45 сантиметров. Вау. А че-то она как размер... Как браслет по своему... Так, это я поставлю в желание. Будем пасти. Будем пасти, когда она появится по более низкой цене. Непонятно, какого цвета камни. То ли белые, то ли голубые. Очень интересно. Так. Фианит голубой. Угу. То есть, мне не показалось, что фианит голубой. Но это цепочка. Понимаете? То есть, это размер 45. Вау. Не было. А тут вот появился браслет. Такой же, как у меня, но уже с зелененькими фианитиками. То есть, это такой же браслет, как у меня, но с зелененькими фианитиками. Ну и браслетик-то... Вот тут, наверное, так нет. Где ты с белыми-то, ну? Где ты, дружище? Есть бренды, у которых очень много товаров. Допустим, как у Соколова. Там надо сразу все фильтровать. Браслеты, не браслеты. Там что, сережки, колечки. Я думаю, что с этим вы и без меня справитесь прекрасно. Вот. А то точно кто-нибудь подумает, что это реклама сайта. Так, блин. Чё так долго? Так. Ювелирные украшения. Видите, есть ювелирная бижутерия. Так. И вот так вот браслеты. Вот. Оп. Ювелирные браслеты. Всё. Сейчас быстренько всё найдём. А, их, наверное, разобрали, может быть. Может быть, их разобрали уже. Его просто нету. Ну, мы сейчас посмотрим. Так. Вот этот вот с гранатовыми такими. Так. У меня с белыми. Ну, где-то был же 18 размер. Чё-то там три размера сразу появилось. Достаточно популярный этот браслет. Очень. Вот он. Сейчас подорожал чутка. Так. То есть, сейчас он стоит 16 тысяч. Есть 16 размер, 18, 19 и 20. Причём, вне зависимости от размера, цена одна и та же. Тут вы можете посмотреть, почитать отзывы, посмотреть всё, что народ пишет, что не пишет. В общем, посмотреть чьи-то фотографии и сделать уже выбор, покупать вам или не покупать. Если вас что-то не устраивает, вы можете отказаться добавить товар. Добавлю пока 16 размер. Может, потом другой появится. Уж больно мне этот понравился браслет. Блин. Цепочка 45 размер, конечно, меня покорила. Да ещё с голубыми каменюками. 45. Я бы с удовольствием её купила. Но 45 тысяч – это что-то прям вау. Пишется, что 11 грамм. Ну, это как минимум 35 тысяч рублей. Но никак не 45. Будем ждать, когда мы дешевеем. Вот. И совсем непонятно, почему. Ну, вот на фотографии, согласитесь, смотрится как браслет. Я надеюсь, что я, в принципе, всё объяснила. У них есть техподдержка круглосуточная. Можно написать, подвонить там через WhatsApp как-то или через Viber. Я не знаю. То есть, в принципе, это обычный интернет-магазин, но с кучей разных товаров. И вы заказываете на пункт выдачи. Приходите, смотрите. Если вас товар устраивает, вы его забираете, не устраиваете. Отказываетесь от этого товара без всякого зазрения совести. Собственно, я, честно говоря, уже устала болтать, рассказывать. Почти 20 минут потратила на этот магазин, который, я считаю, не стоит вашего внимания. Именно потому, что, девчонки и мальчишки, следите за тем, чтобы вам не подсунули какой-нибудь испорченный, либо какой-то помятый, рваный. И по поводу ювелирки, там очень часто бывает недовес. Недовес. Сейчас объясню, как это выглядит. Недовес. То есть, по правилам, производитель должен указывать минимальный вес изделия. Здесь указан минимальный вес 3 грамма 96 грамм. Вам приходит, допустим, браслетик, а там написано не 3,96, а, допустим, 3,80. То есть, опс, и вот так вот. То есть, должен быть указан минимальный вес золота или серебра, который вы должны получить. Обычно бывает частенько недовес, к сожалению. То есть, производители не указывают. И никто за этим не следит. В общем, в пункте выдачи вы не найдете ни лупы, ни какого-то достойного освещения. И уж тем более вы там не увидите контрольных весов. Собственно, я уже хрипну. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Я буду вам благодарна за лайки и комментарии, потому что я старалась для вас в первую очередь. Но, как показывает моя практика, все мои старания по поводу того разживания чего-то, как чего делать, обычно не имеет успеха среди зрителей. И в итоге время потрачено зря. Поэтому я очень буду благодарна вашим лайкам и даже грозным дизлайкам, и тем более вашим комментариям. Ну, а на этом сегодня все. Всем всего хорошего, мира и добра, и пока-пока!